В 2002 году в штате Юта случилось нечто, что потрясло Америку, да и весь мир. 14-летняя Элизабет Смарт из собственной спальни была похищена неизвестным, который, по показаниям ее младшей сестры, угрожал Элизабет ножом. И следующие 9 месяцев девочку никто не видел. Но после того, как Элизабет была спасена и общественность узнала подробности ее похищения, люди, а людей просто так не проведешь, заподозрили, что что-то тут не сходится, что-то тут неладно. И начали задавать вопросы. А почему Элизабет не сопротивлялась при похищении? Почему ее младшая сестра забила тревогу только спустя 2 часа? Почему Элизабет не пыталась сбежать, хотя шансы весьма неплохие ей представлялись? И, наконец, самое главное. Почему похитили именно ее? Чувствуешь, как в этой чудовищной, на первый взгляд, однозначной истории начинает проступать второе дно? Если чувствуешь, то зря. Все на самом деле так чудовищно и было. И девочка за эти 9 месяцев прошла через страшные вещи, о которых я даже не хотел бы здесь говорить. Ее похитителем был Брайан Митчелл, религиозный фанатик, вообразивший, что исполняет веление Божье. Однако он был признан вменяемым и отправлен за решетку на 2 пожизненных срока. Элизабет же удалось вернуться к нормальной жизни, и сейчас она является активистом в сфере защиты детей. И еще играет на арфе. Но почему тогда многие люди отказывались принять, что все произошедшее с этой несчастной девочкой выпало на ее долю просто так, слепым рандомом, что она вот тут нисколечки ни при чем? На самом деле это типичное поведение людей при встрече с невинно страдающей жертвой. Люди стараются как можно скорее перенести ответственность с преступника хотя бы частично на саму жертву. Для этого поведения даже термин специально имеется, английского происхождения, victim blaming. Хотя в русском языке тоже есть масса выражений, которые довольно точно передают суть этого явления. Например, дыма без огня не бывает, что посеешь, то и пожнешь. Сам виноват, сам напросился, так тебе и надо. И вот это вот эротически-залогическое... Сучка не захочет, кабель не вскочит. Многие жертвы насилия и сексуального домогательства боятся рассказать о случившемся, потому что опасаются общественного осуждения. Хотя, казалось бы, это они жертвы, они наоборот должны рассчитывать на сочувствие и поддержку со стороны общества. Как бы не так. Логика предсателей обычно следующая. Ну, ты же сама его провоцировала. Зачем флиртовала с ним? Зачем кофточку такую с вырезом надела? Зачем из дома выходила? Сидела бы себе в комнате, ничего бы не произошло. А то, ишь ты, шастает она по улицам. В итоге, эти, на первый взгляд, невинные вопросы могут привести к самой настоящей травле жертвы. А чем это может обернуться, думаю, объяснять не нужно. Откуда же берется эта людоедская точка зрения? Немногие догадываются, что дело здесь в иллюзии справедливого мира. Это представление, согласно которому каждый в этом мире получает то, что заслуживает. Будто есть некий верховный судья, который направо и налево раздает то премии, то штрафы. Или кармический принцип, который нам все возвращает бумерангом. Потому что, если предположить, что вот этот отдельно взятый бедолага пострадал незаслуженно, это будет означать, что никто на этом белом свете, даже ты, как бы не старался, как бы себя прекрасно не вел, все равно от подобного не застрахован. Что тебе может прилететь в любой момент. Что, оказывается, нет никакого универсального рецепта, который позволил бы уберечься от несчастья. Не помогут ни подаяния нищим, ни молитвы, ни пальцы крестикам. А в таком мире жить очень и очень тревожно и страшно. И наоборот, мы склонны приписывать успешным людям выдающиеся, исключительные качества. Когда как зачастую решающим фактором в достижении успеха, это, кстати, подтвердили ученые, становится везение. Э, дружище, ты неправильно понял. Решающим. Решающим, но не единственным. Да подожди ты, успех это комплексная ве... Да что ты будешь делать? Ладно, идем дальше. Вера в справедливый мир делает воспринимаемую реальность менее непредсказуемой, менее хаотичной, менее пугающей. Индивид придумывает воображаемые правила, по которым этот мир якобы должен функционировать. Если я буду, например, избегать черных кошек или постараюсь не обижать людей, то мир меня пощадит и несчастья меня не тронут. Если я успею забежать в лифт до того, как закроются двери, у меня будет год успеха. Поехали! А если несчастье постигло моего соседа, то значит он как-то нарушил эти правила игры. Сам виноват. Как же здорово, что я понимаю, как это работает. В одном из прошлых видео я попросил вас поддержать проект и написать комментарий. Совершенно любого содержания. И в качестве примера предложил рассказать, как у вас дела. И многие так и сделали. И на мой взгляд получилось довольно мило. Между нами состоялся самый настоящий диалог. Я поинтересовался, вы ответили. Я прочитал и в свою очередь тоже ответил, отметив такие комментарии сердечком. Здорово, что сказать, мы проекту помогли немножечко и пообщались между собой. Будет здорово, если подобный интерактив станет традицией. Поэтому не могу не спросить, а как у тебя дела? Я тут задумался, а как устроен унитаз? Ваня, ты понимаешь, как он работает? Не торопись говорить «да», потому что такое дело в одном эксперименте людей тоже спрашивали, разбираются ли они в устройстве унитаза и предлагали им оценить глубину своего понимания по 7-балльной шкале. Если переводить язык цифр и слова, то люди в среднем отвечали что-то вроде «ну да, вроде понимаю, а что тут понимать?» Но вся фишка в том, что следом их просили объяснить устройство унитаза. И вот тут-то, вот тут-то начинались проблемки. Казалось бы, есть ли что-то еще более повсеместно используемое, чем унитаз, и предназначение у него, прямо скажем, откровенно незамысловатое чайни людей на орбиту доставляет. Однако унитаз не так прост, как кажется. Вот как он работает на самом деле. А примерно такое объяснение давали люди. И эта иллюзия понимания, то есть ничем не подкрепленное ощущение, что ты разбираешься в вопросе, хотя на самом деле, может быть, не очень, распространяется не только на унитазы, но еще и на велосипеды, на консервные открывалки, на шариковые ручки и на массу всего остального. Подробные изложения и исследования и другие полезные ссылки по теме видео ты можешь найти в описании к этому ролику. Ой, и ладно бы только бытовые вещи. Вряд ли моя необоснованная уверенность в понимании устройства унитаза может кому-то сильно навредить, только если я не начну изготавливать унитазы, которые из-за ошибки в конструкции будут засасывать пользователей. Людям же, не имеющим специального, а иногда вообще какого-либо образования еще кажется, что они прекрасно разбираются в физике и электромагнитном излучении. В Великобритании продолжают сжечь сотовые вышки 5G. Причиной стала появившаяся теория заговора о связи новых радиочастот с коронавирусом. Я депутат, и я поэтому пришла, проверила, как я себя буду ощущать. Вот у меня до сих пор сзади, я стояла к этой вышке спиной, у меня сзади такое впечатление, знаете, как будто бегает по мне что-то. В биологии, генетике, в спорте. Ну и, конечно, в медицине. Я все яды выбрасываю кишечник. То есть у ребенка выходят яды? Да, да. Ну вот, витоксичные вещества. А откуда он же маленький? Откуда он набрал-то? Прививки. Неправильное питание мамы. Кто же не разбирается в медицине? Пф, я вас умоляю. А в этих случаях иллюзия понимания и вытекающая из нее категоричность могут привести к самым страшным последствиям. За черный. Ли же, давай. Да, что уж там медицина. Кто из нас с вами только не обращался к мнению интернет-экспертов по всякого рода недомоганиям? Особо мнительным это, конечно, лучше не делать. Окей, Гугл. Почему щекочет в носу? По вашему запросу найдено. Если у вас щекочет в носу, это может являться симптомом того, что вам пиздано. Есть же те, кто вообще на серьезных щах утверждают, что знают, что было до возникновения вселенной. Как выглядит загробный мир, в чем смысл жизни и при этом почему-то непоколебимо уверены, что этот смысл обязательно должен быть. Это стремление объяснить для себя все и вся, каким бы безумным объяснением не пришлось воспользоваться, называется когнитивным закрытием. Но зачем? Почему просто честно не сказать? Я ни хера не понимаю. Отстаньте, если хотите, я попробую разобраться в этом вопросе, дайте время, если это вообще возможно в этом вопросе разобраться, а потом уж поговорим. Зачем притягивать за уши эти фантастические объяснения, которые ничего не объясняют, плодить слухи, разводить конспирологию? Затем, что твое эго не способно признать, что ты в чем-то профан. И нет, не только из-за высокого мнения относительно своих умственных способностей, а потому что допущение в мир неопределенности беспорядка служит для человека мощным источником стресса, который нужно как-то унять. Первым, что попадется под руку, перекрыть этот пробел в знаниях, заткнуть эту сквозящую хаосом дыру в ткани реальности. Нельзя не вспомнить эффект Даннинга-Крюгера, который предсказывает обратную зависимость между компетентностью человека в том или ином вопросе и его уверенностью в собственных знаниях. Как в эксперименте с унитазами и велосипедами, пока испытуемому не предлагали объяснить механизм предмета, он пребывал в блаженной уверенности, что сечет фишку. Потом он понимал, что его объяснение, если оно вообще нашлось, ничего не объясняет и расстраивался. Ой, пожалуйста, ну и не нужно. В этот момент, это видно на графике, уровень его уверенности в собственных знаниях заметно падал. Потом он, правда, снова восстанавливался, но только после того, как испытуемому давали прочитать экспертное объяснение принципа работы. Не находишь ли ты закономерным, что жизнь это как раз та штука, в которой все все прекрасно понимают и всегда готова выручить тебя своим сверхценным советом. Поэтому мир был, есть и будет полон этих заблуждений, суеверий, предрассудков, иногда смешных и наивных, а иногда страшных и смертельно опасных. Хотя может ли быть что-то смертельно опасным для тебя? Ведь как ты мог уже догадаться и как ты, наверное, не раз чувствовал, смерти не будет. Если вдуматься, то человек и вправду бессмертен. В том смысле, что его сознанию не суждено встретиться со смертью когда-либо. Когда смерть переступит порог его тела, дома уже никого не будет. Правда, такая трактовка бессмертия не подразумевает вечной или на худой конец долгой жизни. Пусть на поверхностном, рациональном уровне человек в состоянии, наблюдая за печальным опытом остальных, сделать неутешительные выводы и применить их к себе и понять, что в конце концов его ждет то же самое. Но вот на глубинном, чувственном уровне очень сложно принять мысль, что вот я, мое я может когда-нибудь кончиться. Что-то должно произойти, ну, я не знаю, изобретение эликсира вечной жизни или лекарство от смерти, или станет возможна цифровка сознания, и я продолжусь на жестком диске суперкомпьютера. Фантастика, говорите, но прямо сейчас уже доступна крионика. Вот сколочу состояние и впишусь в эту авантюру. Чем, черт не шутит, лишним не будет. Подстраховочка. А если не хватит денег, то и не страшно. Может, смерть это и не конец вовсе, и нас ожидает загробная жизнь, или реинкарнация, или большое сжатие, и вселенная будет отмотана в самое начало, чтобы повториться в той же последовательности событий, одной из которых я. Еще раз, а потом и еще раз, и так до бесконечности. Или это все компьютерные симуляции, и как может умереть тот, кто и не был живым никогда. Меня просто перезапустят с последнего сохранения. Видите, масса лазеечек. Нет, как бы то ни было, весь я не умру. Собственная смерть кажется необязательной, непредрешенной, будто заключенной в скобочке. Словно старшеклассники пообещали тебе навалять после школы, а ты особо не паришься, потому что у тебя последним уроком биологии, и ты с нее и так собирался валить. Откуда же берется это ощущение? Во-первых, потому что это субъективный опыт. Человеку нечему противопоставить жизнь. Ему известно только одно состояние жить, и он не может вообразить, каково это не жить, не существовать, и что из себя представляет ничто. Во-вторых, смерть ни при каком желании не согласуется с установками нашего эго. Эго заставляет нас верить, что мы лучше, чем есть, что наше будущее безоблачней, чем следовало бы надеяться. И в целом, мир, в котором мы живем, понятней, организованней и справедливей. А самое главное, что он не сможет обойтись без меня, ведь я такой важный, без меня никак. Не, не, я, я, я такой охуенно важный. Я ведь такой охуенно важный. Да, ведь, я пиздец. Зачем же нам понадобилось это самовлюбленное эго, которое без конца убаюкивает нас сказками о нашей красоте, везучести, уникальности, важности? Ответ на самом деле очень прост. Эволюция. Если люди поголовно испытывают эти когнитивные искажения, значит, на каком-то этапе они оказались ценной адаптацией и позволяли выживать своим случайным носителям чаще остальных. Еще бы, представь этого приунывшего австралопитека, которому открылась его собственная ничтожность и бессмысленность мира, в котором он живет. Такой вряд ли станет особо суетиться, убегая от льва. А зачем? Все равно далеко не убежишь. Но то, что чувство собственной важности мотивирует нас к выживанию и вообще к более успешному и выигрышному поведению, не означает, что оно обязательно делает тебя счастливее. Эго отправляет тебя в гонку, в которой все обречены проиграть. Оно заставляет тебя бесконечно доказывать, что ты лучше других, талантливее, образованнее, самодостаточней, ставит тебя в необходимость постоянно скармливать ему символы успеха, статуса, гнаться за социальным одобрением, грызться с теми, кто не согласен с твоим пониманием вещей и ни за что на свете не признавать ошибки. Есть грустная ирония в том, что иллюзия справедливого мира делает мир еще чуточку несправедливей. Иллюзия понимания решает тебя мотивацией пытаться понять его. А зачем? Ведь все и так понятно. А иллюзия бессмертия? Иллюзия бессмертия делает тебя безжизненней. Зачем торопиться и жить сейчас, если это всегда можно отложить на потом? Впереди же еще столько времени. Я обязательно осуществлю все, о чем мечтал с детства. Обязательно встречусь со всеми теми людьми, с кем просто не могу не встретиться. Обязательно скажу все, что должен сказать. Нет, меня не оборвут на полусловия. Я успею. И сейчас, я думаю, настало время для самого главного. Это то, ради чего и делалось видео, которое ты сейчас смотришь. Я хотел бы сделать тебе маленький подарок и рассказать о том, как выйти из этой бешеной гонки. Как не дать ей сожрать твою жизнь. Как снова испытать ту легкость и свободу, которую последний раз ты чувствовал, наверное, только в далеком-далеком детстве. На самом деле, немногие даже догадываются о том, насколько это просто. Для этого нужно ли видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!